всех приветствую на канале отвертка канал домашнего мастера в сегодняшнее субботнее утро мы будем рассматривать важный технический вопрос какой тип памяти лучше для вашего ssd диска млс тлс или qlc а может винант тринант или s lc и так выбирая твердотельный накопитель ssd для домашнего использования вы можете столкнуться с такой характеристикой как тип используемой памяти и задаться вопросом о том что лучше млс или тлс также вам могут встретить и другие варианты обозначения типа памяти например винант или 3d нант также совсем недавно появились привлекательные по цене накопители с qlc памятью и в этом видео обзоре для начинающих пользователей подробно бы вам расскажем о типах флеш памяти используемые в ssd дисках об их преимуществах и недостатках и о том какой из вариантов может оказаться более предпочтительным при покупке твердотельного накопителя также у нас есть полезное видео на наших каналах отвертка канал домашнего мастера и компьютерная академия по данной тематике такие как настройка ssd для windows 10 а также есть видосик как перенести windows 10 с hdd на ssd итак первый вопрос нашего видоса типы флеш памяти используемые в ssd для домашнего использования в ssd используется флеш память представляющая собой специальным образом организованные ячейки памяти на базе полупроводников которые могут отличаться по типу в общих чертах флеш память используемые в ssd может делиться на следующие типы итак первое по принципу чтения записи практически все имеющиеся в продаже потребительские ссд имеют тип нант второе по технологии хранения информации памяти разделяется на с л си и мл си в первом случае ячейка может хранить один бит информации во втором более одного бита при этом в ssd для домашнего использования вы не встретите с л си память только применяется м л си свою очередь тл си может от на тоже относится к типу мл си отличие заключается в том что вместо двух бит информации может хранить три бита информации в ячейке памяти вместо тл си вы можете встретить значение 3 бит мл си или мл си тире 3 то есть тл си является под видом мл си памяти двигаемся дальше второй вопрос нашего видоса что лучше мл си или тл си в общем случае памяти мл си имеет преимущество над тл си основные из которых следующие более высокая скорость работы второе более продолжительный срок службы и третье это меньшее энергопотребление единственный недостаток это более высокая цена мл си по сравнению с тл си однако следует иметь в виду что речь идет именно об общем случае в реальных устройствах предоставленных продажи вы можете увидеть следующее первое равную скорость работы при прочих равных параметрах для ssd с памятью тл си и мл си подключаемых по интерфейсу sata 3 более того отдельные накопители на базе памяти тл си с интерфейсом pci-express nv-me иногда могут быть быстрее сходных по цене накопителей с памятью pci-express мл си однако если говорить о топовых и самых дорогих и быстрых и си си в них все-таки обычно используется память мл си но тоже не всегда второе большие гарантийные сроки службы для памяти тл си одного производителя или одной линейки накопителей по сравнению с памятью мл си другого производителя или другой линейки ssd 3 аналогично с энергопотреблением например накопитель sata 3 с памятью тл си может потреблять в 10 раз меньше энергии чем накопитель pci-express с памятью мл си более того для одного типа памяти одного интерфейса подключения разница в энергопотреблении тоже очень сильно отличается в зависимости от конкретного накопителя и это не все параметры скорость срок службы и энергопотребление будут также отличаться от поколения накопителя более новые как правило более совершенны и в настоящее время связи продолжает развиваться и совершенствоваться а также его общего объема и количество свободного места при использовании и даже температурного режима при использовании для быстрых nvme накопителей в итоге строгий и точный вердикт о том что мл си лучше тл си вынести нельзя например приобретя более емкий и новый ssd с тл си и лучшим набором характеристик вы можете выиграть по всем параметрам по сравнению с приобретением накопители с мл си по аналогичной цене то есть следует учитывать все параметры а начинать анализ с доступного бюджета на покупку например если говорить про бюджет до 10 тысяч рублей обычные обычно накопители с тл си памятью будут предпочтительные мл си как для sata так и для пися экспресс устройств двигаемся дальше еще один интересный вопрос это накопители ссд с памятью ql си с конца прошлого года в продаже появились твердотельные накопители с памятью ql си то есть 4 бита в одной ячейке памяти и вероятно в 2019 году таких дисков будет все больше а их стоимость обещает быть привлекательной конечные продукты характеризуются следующими плюсами и минусами по сравнению с мл си и тл си первое меньшая стоимость за гигабайт второе большая подверженность памяти износу и теоретически большая вероятность ошибок при записи данных и третье это меньшая скорость записи данных так что есть определенные тут плюсы и минусы говорить о конкретных цифрах пока сложно но некоторые примеры из уже доступных в продаже можно изучить например если взять примерно аналогичные накопители м2 ssd объемом 512 гигабайт от intel на базе памяти ql си 3д нант и тл си 3д нант также изучить заявленные производителем характеристики и мы увидим первое 6 7 тысяч рублей против 10 11 тысяч рублей а за стоимость 512 гигабайт тл си вы можете приобрести терабайт ничек ql си второе заявленный объем записываемых данных 100 терабайт против двухсот восьмидесяти восьми терабайт разница чувствуется третья скорость записи чтения 1000 тире 1500 против 1625 тире 3230 так что довольно таки большая разница с одной стороны минусы могут перевести перевесить плюсы от стоимости с другой можно учесть такие моменты для сата дисков если у вас доступен лишь такой интерфейс разница скорости вы не заметите и по сравнению с hdd прирост скорости будет очень значительным а параметр tbw для qls ssd на один терабайт который в моем примере стоит столько же как тл си ссд на 512 гигабайт уже 200 терабайт более объемные твердотельные накопители живут дольше что связано с тем как ведется запись на них так что эта информация очень важно будьте внимательны далее двигаемся и следующий вопрос память венант 3d нант или 3d tlc и тому подобное в описаниях ssd накопители особенно если речь ведется о samsung и intel в магазинах и обзорах вы можете встретить обозначение венант или 3d нант и аналогичные для типов памяти такое обозначение говорит о том что ячейки флеш-памяти размещены на чипах в несколько слоев в простых чипах ячейки размещены в одном слое при этом это та же память тл си или мл си только не везде это обозначается явно например для ssd от фирмы samsung вы увидите только то что используется венант память однако информация о том что в линейке его применена венант тл си а в линейке про венант мл си не всегда указывается так также уже сейчас появились накопители qlc 3d нант лучше ли 3d нант чем плоская планар память вопрос она дешевле в производстве и тесты говорят о том что на сегодняшний день память тл си вариант с многослойным размещением обычно более эффективен и надежен более того samsung заявляет о том что в устройствах их производства память венант тл си обладает лучшими характеристиками производительности и срока службы чем планар мл си однако для памяти мл си в том числе и в рамках устройств одного производителя это может быть и не так то есть опять же все зависит от конкретного устройства вашего бюджета и других параметров которые следует изучить перед покупкой вашего нового ssd диска я бы рекомендовал нашим зрителям samsung 970 про хотя бы на один терабайт как неплохой вариант для домашнего компьютера или ноутбука но обычно приобретаются более дешевые диски для которых приходится внимательно изучать весь набор характеристик и сопоставлять их с тем что именно требуется от накопителя и так отсюда и отсутствие четкого ответа а какой тип памяти лучше конечно емкий ssd с млс 3d нант по набору характеристик будет выигрывать но лишь до тех пор пока эти характеристики рассматриваются в отрыве от цены накопителя если же учитывать и этот параметр цену то не исключено что для некоторых пользователей будет предпочтительно qlc диски ну а золотая середина конечно же память tlc важное замечание и какой бы ssd вы не выбирали рекомендует серьезно относиться к резервную копированию ваших очень важных данных это канал отвертка канал домашнего мастера и наш партнер сайт ремонтка . про я думаю данная информация была вам полезна подписывайтесь на наш канал ставьте нам лайки нажимайте на колокольчик смотрите наши стримы с нами будет интересно